всем привет очередное видео снимаю значит вконтакте часто ребята просили меня о том чтобы я показал как я тренирую своих девочек своих клиенток женского пола все говорят попу показывал ноги показывал а верхушку не показывал и наконец-то я выловил свою ученицу которая у меня постоянно по миру ездит путешествует наташу спортивная у нас спортивные бальные танцы ведущая в мире так сказать танцорша вот она занимается у меня уже год почему я выбрал на тусика чтобы вы видели ее анатомическое строение всех мышц она у нас худенькая хрупкая но это специально для того чтобы в больных танцах красиво все это смотрелось ну а я выбрал с той цели чтобы когда она выполняла упражнение вы видели какие пучки мышц работает ну и соответственно вопрос такой зада задавали мне в чем разница между тренировками мужчин и женщин я вам отвечаю с полной ответственностью никакой разницы нет разница только в весах вот и как бы там не говорили что у женщин там процентный жира больше это да 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 все мои ученики тренируются высокоинтенсивной тренировки с большим количеством повторений до 20 повторений и сегодня я вам эту тренировочку покажу мы постараемся вложиться в 50 минут как всегда но поскольку буду рассказывать может быть тренировка будет час-час 15 наташа будет тренироваться я буду просто комментировать ну чё начнем поскольку спина у нас занята начнем у нас время с груди я почему с груди объясняю значит я уже рассказывал что если девочки делают горизонтальный жим то грудь наташа была красивая грудь я к этому не не никакого отношения не имея на у нее натурально вот поэтому никогда не делайте горизонтальный жим как бы вам тренера не рассказывали что у вас что там вырастет у вас ничего не вырастет у вас только сгорит поскольку жир имеет 82 процента жировой прослойки и молочные железы мышц там никаких нет поэтому что мы делаем поскольку нам нужно держаться форме только 45 градусов жим под 45 градусов сейчас наташа это покажет давай первый подход мы все время делаем легкий первый подход мы делаем всегда легкий разминочный до легкий большое количество повторений для чего чтобы закислить мышцу потом посмотрите мы подбираем угол такой чтобы напрягалась только верхний пучок груди вот видите не вот он теперь обратите внимание на технику выполнения сюда пожалуйста подойди кисть не заваливается как обычно все жимовики делают и так далее то есть проваливают кисть ровненько и продолжение до локтя одна линия идет соответственно здесь все идет симметрично технически правильно работает дыхание всегда на выдохе мы сейчас делаем порядка на 25 повторений сделать для чего чтобы разогнать сердце сердечную мышцу ускорить пульс и соответственно разогреть мышцу сейчас мы будем отдыхать когда и будем выключать периодически будем показывать только 3 4 подход и так это первое упражнение на грудь под 45 градусов то что я рекомендую девочкам делать и не более того только же на второй подход мы соответственно поставили одну плиточку прибавили пусть каждом подходе мы увеличиваем вес но у девочек поскольку они у нас нежные создания больших весов не надо главное это количество повторений вот сейчас я буду просить чтобы наташа делала мне 14 повторения не 20 я объясню почему потому что если она будет делать 20 повторений она будет сгорать а нам нужно немножко держать вес она и так у нас хрупкая подкожного жира там практически нет анатомическое строение все вам видно так сказать сколько мы отдыхаем между подходами но обычно минуту минуту полторы значит когда она готовится к соревнованиям то интенсивность увеличивается соответственно если интенсивность увеличивается чтобы была выносливость мы тренируемся 30 секунд до минуты отдых перерыв у нас а когда мы хотим поднабрать веса набираем мы обычно где-то полтора килограмма не больше то мы тренируемся отдых у нас две минуты и соответственно мы не превышаем 14 повторений вот тогда я заставляю наташу делать уже более большие веса сейчас мы отключимся и пойдет кире пока ты отдыхаешь перед четвертым подходом но расскажи мне какие стероиды мы тебе колем никакие потому что люди думают что раз вы занимаетесь бодибилдингами у тебя есть немножко мышечной массы волокна то есть практически в состоянии сейчас кондиции как бикинистки которые выходят на сцену и для многих будет шок или или не шок но есть дебилов очень много которые садят девочек для того чтобы выполнить вот такую форму они садят их на оксандра нулон прямо балланы на разную хрень остальную почему потому что эти люди не умеют готовить людей подготовить соревнования без анаболических стероидов соответственно не думаю что папа смеет на стероидах и его ученики вот этот человек абсолютно чистый потому что он проходит постоянно анаболический контроль потому что у них спортивный вид больных танцев и за этим очень сильно следят поэтому я вам еще раз говорю что что мы вам принимаем быть сашки сашки креатин моногидрат креатинчик она принимает именно в порошке моногидрат для чего чтобы немножко задерживать воду ибо ей она нужна мы рассчитываем на это что будет обман все витамины мультивитаминный комплекс бы сашки до тренировки 4 грамма 4 грамма после тренировки давайте четвертый последний подход мы сделаем и здесь уже обратите внимание мы ставим максимальный вес для нее это 15 килограмм вот еще раз говорю обратите внимание на технику поехали технику исполнения кисти ровные не заваливается почему потому что траектории нагрузки отдает на локоть а локоть идет вот сюда верхний пучок у нас работы ничего у нас происходит разумеется центральный центральный грудь тоже работает но все-таки удар идет на верхний пучок и те кто рассказывает что грудь имеет одну связку одну мышцу и не делится на верхний центральный пучок но это ваше личное мнение только не надо рассказывать людям что это именно так ибо если бы грудь была без верхнего пучка и без нижнего то тогда бы вот у меня сейчас нету верхнего пучка уже видите почему потому что я не качаю верхний пучок когда я качал мне было такой же как у водюхи вон водюха ходит все спрашивали водюха где водюха вон он верхний пучок покажи нам вера верхний пучок груди да а вам уже люди говорят что груди есть только один пучок а она не делится на три пучка покажи нам верхний пучок будет а то все спрашивают где водюха водюха просто качается продолжает сейчас вот это друзья мои называется верхний пучок груди который водюха любит делать постоянно до по 150 повторений вот так вот ваш вадик вы спрашивали вот он здесь следующее видео будет с ним окей отключаемся да мы делаем так сейчас у нас будет второе упражнение мы добиваем верхний пучок груди обычно я делаю это в супер сети когда мы готовимся к соревнованиям или хотим согнать лишний вес мы сейчас мы особо не спешим это можно делать супер сети в одном упражнении сразу два упражнения в одном подходе но сегодня мы делаем второй подход отдельно покажи нам как мы делаем мы берем всего по 5 килограмм хотя она как машина может работать семью смотрите на траекторию движения опять-таки работает только верхний пучок и мы вот так вот разворачиваем гантельки кисть разворот кисти идет для чего чтобы при развороте больше площадь груди напрягается в верхней точке мы добиваем передний пучок дельты в работе и верхний пучок груди тоже давай делай по 14 больше не надо и все на выдохе и на выдохе такая полуфаза глубоко локти не опускаем ставим здесь тоже делаем четыре подхода тоже с отдыхом где-то минута сейчас мы отключаемся пока наехать итак мы делаем 4 завершающий подход на верхний пучок груди этого будет достаточно чтобы прокачать именно эту мышцу некоторые девочки спрашивают а точнее сказать их мужья можно ли приподнять грудь да то есть у них там у кого большая свисает не поверите да можно именно вот таким таким макаром почему потому что мышца вот здесь вырастает где-то на сантиметр раз они вырастает она поднимает все общую грудь девочки даже как мои клиентки они меняли размер лифчика и так это было четыре подхода два упражнения грудь у нас закончена сейчас мы отдохнем и перейдем куда что у нас работало вместе с грудью передний пучок и центральный пручок дельты поэтому разумно и благоразумно переходить после груди обязательно на плечи уж они уже размяты что мы будем делать в следующем подходе ну давай бери тогда сразу сможешь пожать арнольда давай арнольда пожмем возьми трешечку трешечку сначала ну давай ну хорошо четверки бери сейчас мы будем делать сразу доставь на всякий случай значит еще раз повторяю еще раз повторяю у нас наташа она обычно работает с большими весами на ноги она вообще космические веса принимает вот а сегодня просто мы она после турнира перегружена я и не буду на двигать итак мы делаем вот одно из самых продуктивных упражнений это жим арнольда кто не знает поехали как мы его делаем да с таким скручиванием да то есть исходное положение локти у груди почему я расскажу покажи пожалуйста вблизи а ты у нас делает до 20 пожалуйста вот смотрите что происходит когда локоть опускается вниз растягивается задний пучок а когда мы поднимаемся версия работает поднимает передний пучок когда фазе вот здесь включается центральный пучок когда опускаем вниз что кто работает что работает опять задний пучок то есть три пучка прорабатывается именно таким упражнением от именно вот таким макаром спинка должна быть непременно ровная чтобы не было нагрузки на позвоночник все наверное еще понравилось она работяга она может пахать и также будем отдыхать по минутке и веса у нас будет увеличиться ибо тебе сильно легко да как я сказал все подходы мы снимать не будем это у нас четвертый подход начинай и поскольку вес у нас прибавился наташ делает только 14 повторений повторяю для чего 14 повторений мы не хотим сжигаться мы хотим качественные мышцы с минимальным подкожным жиром и это нам позволяет делать высокая интенсивная тренировка 14 до 20 повторений если вы толстенькая девочка толстенькая пухленькая да или такая индийская форма у вас красивая большими сисечками там здесь такой вот love handle здесь то все подходы вам необходимо делать 20 повторений 20 повторений и не меньше и соответственно отдыхать нужно между подходами не более 30 секунд но максимум одну минуту разумеется сразу у вас это не получится вы будете уставать задыхаться соответственно начинаете выполнять эту систему первую неделю там два раза в неделю если три раза в неделю вы тренируете что вы делаете один раз в неделю ножки и два раза в неделю вот то что я вам сейчас показываю и соответственно уменьшайте количество отдыха времени между подходами сейчас у нас второе упражнение мы сегодня будем делать по два упражнения и так второе упражнение плечи у нас размяты чем мы делаем элементарные махи сейчас мы покажем как мы их делаем обратите внимание где должно находиться гантели и кулак чуть-чуть вперед выходе чуть-чуть вперед чтобы локоть был ровно по отношению к центральному пучку но сделать 20 если не тяжело мы берем маленький вес как бы первый подход тоже разминаемся и все вы сами видите что напрягается все волокна катастрофически напрягаются анатомически видно что человек делает ставим отдыхаем минут то есть некоторые видят что работают вот так вот так вот таком положении я всегда против такого положения почему особенно когда большие веса с большими весами невозможно работать мышцы плеть плеч до пучки дельты они очень короткие им не нужно большой вес им нужно множество сокращений тогда они опухают сразу заливаются начинают расти а большие веса это когда уже ребята на стероидах когда они очень тяжелые они начинают уже просто так одни хер делать как я уже объяснил вот смотрите меня кто-то спрашивал как качаются ромбовидные мышцы одно из упражнений которые работает ромбовидные мышцы их видно на наташи вот пожалуйста это махи здесь опять таки повторяю не забывайте что локоть должен быть почти на уровне центральным пучком потому что многие делают они поднимают руку и вот такое вот махание крыльями это неправильно потому что предплечье начинает работать нужно вот все ровненько все ровненько 14 все убираем тогда было второе упражнение на плечи мы сделали значит можно делать и третье упражнение на задний пучок дельты но мы его делать не будем потому что но нам нафиг не нужно у нас задний пучок хорошо развит и сегодня мы его делать не будем вот а девочкам которые хотят уже так подчеркнуть им тоже для общефизического развития для того чтобы согнать вес вам не нужно делать задний пучок ибо он работает как я показывал при жиме арнольда шварценеггера а мы сейчас отдыхаем и переходим на что после плеч мы делаем что покажи мы делаем трицепс почему потому что жимовые упражнения делаются мышцы-разгибатель окей сейчас у нас упражнение номер три это вот эта зона у девочек является одна из самых проблематичных особенно тех кто не занимается спортом у них что здесь происходит дребедень такая появляется вот они все говорят как не избавиться вот отсюда вот отсюда у лифчика обычно у них висит во-первых питаться надо правильно постоянно да сбалансировано с я же покажу как избавляться от этой проблемной зоны здесь вариантов масса но мы сегодня будем работать на косички разумеется первый подход у нас будет очень легкий техника исполнения очень важно сейчас покажу как поехали значит смотрите угол должен быть 90 то есть перпендикулярно полу локоть прижат к телу тогда у вас прорабатывается в нижней головка трицепса и длинная головка трицепса обратите внимание на кисти как кисти работают многие заворачивают их вот так можно делать но я не советую почему потому что когда вы делаете кисть именно вот так у вас нету нагрузки на предплечье работает только трицепс и она уже чувствует что он у нее горит горит или нет при этом упражнении также статически должен работать живот на выдохе вы практически качаете пресс одновременно с разгибанием на трицепс мы обычно будем делать четыре подхода также по если вы жирноватая или толстоватая или сексуально мягенькая то 20 повторений а если такая как наташа то 14 повторений с увеличение веса в каждом подход подходе не забывайте что минимальное количество повторений должно быть 14 от папы смита 14 от вадюхи 30 50 50 повторений вот так и не ныть окей сейчас отключимся 4 подход на трицепс на проблемную зону у девочек мы сейчас попытаемся сделать завершающие 14 повторений тоже скорость вы видите какая должна быть никакой стадо динамики мы просто прожигаем нагоняем кровь в нужный пучок и вот и соответственно стараемся чтобы локти не ходили ну давай чуть-чуть папа и последний давай усердствовать сильно не будем бомб после каждого подхода разумеется мы растягиваемся покажи как ты растягиваешься только без особого усилия вот это одно из лучших растягиваний для длинной головки трицепса вот раз а буквально по 2 секунды и 2 великолепно и так это было первое упражнение на трицепс я покажу второе упражнение вариации которые можно делать но мы их сегодня будем делать или нет отжимать собой сможет окей выключать сейчас упражнение номер два на трицепс значит смотрите я обычно его опять-таки можно делать супер сети если вы гоняете вес и готовитесь перед пляжным сезоном или для наращивания мышечной массы мы делаем что мы делаем мы делаем отжимания от лавочки техника исполнения посмотрите какая часто вы видите как люди наклоняются вперед каждая неправильный наклон отражается на неправильном ударе на мышечную массу мы хотим чтобы работал только трицепс разумеется здесь и дельтовидная работает передний пучок но если выполнять именно вот так приподняв носочки центр тяжести у нас как говорится в заднице то нагрузка идет вот здесь все что она ощущает этого здесь на разгибание трицепс жжет и немножко дельта отлично а потом растягивайтесь как вот одно из растягивание тоже вот так просто можно вот вместе с плечевым поясом вот здесь . раз выпрямила раз потянула потому что дельта участвовал в упражнении также сделаем 4 подхода по 14 повторений девочкам с весом опять-таки повторяю 20 повторений все не гонитесь за весами если вы не можете сразу выполнить отжимания начинаете делать вот такие полу половиночка то есть ножки ближе сюда потому что чем ближе ноги вы сюда ставите тем легче вам будет отжиматься у кого большой вес у девчонок ставьте прямо вот сюда и помогайте ногами главное чтобы поясница была прогнута попа оттопырена и вдоль лавочки вот такие пэм пэм там движение все а здесь мы убираем это когда мы хотим увеличить нагрузку на трицепс чем дальше ноги тем тяжелее делается и обычно я еще кладу сюда блинчик для особо развитых ночью 4 подход давай сделаем а я сейчас покажу сзади еще важный момент как держать локти многие неправильно делают все должно быть технически правильно дабы не так не травмироваться видите локти параллельно друг другу не разводишь никуда не сводишь только параллельно тогда они правильно моторика правильное движение и травмы никакой не будет никогда вот так а когда начинают гулять локти поставь вот так когда делаю что идет нагрузка на медиалис вот это медиалис сухожилие она вываливается сразу и травмы когда говорят локти болят вот пожалуйста она идет отсюда потому что все делают вот так отжимание или вот здесь на хрен ставят где же где чтобы им трицепс где что ты за 10 ключевой поясе на она задействовано нужно минимизировать нагрузку изолировать все лишнее движение правильная симметрия правильно работа в общем вот так это у нас 4 был следующий подход и следующее упражнение у нас уже будет переходим на другую группу мышц почему а грудь и плечи мы сделали этого абсолютно достаточно для девочек теперь мы переходим на следующую группу самую большую группу торса это latissimus dorsi да на спиночку наташи она рельефная красивая все видно анатомически сейчас она будет выполнять и я прокомментирую что именно работает во время выполнения упражнений широким хватом тяга груди на блоке это изолирующие упражнения я его советую выполнять также первый подход с легким весом до десяточка 2 поставим здесь хорошо когда ножки до широким давай и первый подход всегда почему бы уже мышца не работала мы ее разминаем опять-таки участвуют какие мышцы выполнения ромба видно я очень сильно трапециевидная захвачена задний пучок дельты и верхний пучок спины конусообразность такая появляется спинка прогнута попа оттопырена и сбоку если посмотрите продолжай пока не все вон там с ними пожалуйста с той стороны ну или здесь то есть движение идет смотрите как ровно локти кисть ровная не загибается то есть опять-таки продолжение все идет симметрично одна линия идет тогда удар идет непосредственно вот сюда и почти до груди дотягивайте ну все устало вы не конечно то есть практически до груди не переборщить эту проломите свою грудную клетку будете плакать первый подход мы сделаем 20 повторений потом а также сделаем 4 повторения но мы будем увеличивать у наташи вес и будем делать 14 повторений как я и говорим четвертый подход финальный на спинку опять-таки правильная техника залог быстрого достижения результата а что мы хотим девочки спрашивают как прокачать жирок вот здесь убрать в лифчиках перед пляжным сезоном вот элементарно вот это упражнение девочки вам и поможет сделать то что вы хотите видите как активно работают все мышцы спины когда мышцы спины вырастают что происходит утончается жировая прослойка под кожей это именно то про что я всегда говорю и многие блогеры и деятели не верят что можно наращивать мышцы и одновременно снижать подкожный жир не жира мышцы растут нет ребята просто когда мышца растет жиру нет меньше места остается не надо путать карандаш с указательным пальцем это было упражнение на спинку и сейчас мы покажем второе упражнение чуть-чуть отдохли переходим на упражнение номер два которое позволит нам прокачать глубину спины подожди прокачать глубину спины разогнать жирок убрать его от ненужных мест против мест я сговорил крепится лифчик сзади и тому подобное вот что здесь необходимо помнить я всегда советую если есть такая ручка то брать снизу потому что так удобнее будет потому что мы будем тянуть к пупку покажи как мы ноги разгибаем ноги почти разогнутые но не максимально почему чтобы не напрягались связки под коленкой коленочка должна быть немножко согнута пяточки четко уперты все здесь все мертвое ничего не ничего не движется помимо давай покажем технику исполнения сбоку вот здесь проходить а ты не спеши то что мы делаем если вы видели то некоторые делают люфт в такой гуляют спиной но это уже при больших нагрузках я не советую я советую чтобы работала только мышцы спины старайтесь отключить бицепс то есть ментально забывайте про бицепс чтобы он был мягенький и концентрируйтесь вот здесь как раз где лифчик у вас сходится вот пожалуйста вот эти мышцы здесь сходится ромбовидная сходится и происходит сжигание жировой прослойки все устала и на выдох ну давай еще парочку сделать чтобы увидели также работает дельтовидная задний пучок ну и трапециевидные то есть это офигенное упражнение его можно делать мужикам понятное дело на толщину спины а девочкам на сжигание жировой прослойки большой вес мы не делаем также 20 повторений если хотите немножко прибавить мышечную массу тогда делаете увеличиваете вес и делать 14 повторений а теперь мы покажем только 4 подход еще три подхода показывать не будем показывать только завершая выполняем 4 завершающий подход на спиночку опять-таки повторяю что очень важно выполнение этого упражнения следить за техникой чтобы спинка была прогнута и не было нагрузки на межпозвонковые диски это раз второе здесь мешает всегда выполнение бицепс моментально его отключаем мы стараемся чтобы он расслабился соответственно кисть также ровненько если вы будете сгибать кисть то будет включаться предплечье и забирать нагрузку от спины нам это не надо продолжаем мы вот в таком ритме сжигаем жировую прослойку и надстраиваем мышечную массу на спиночке отлично это был четвертый подход упражнение номер два на спину который завершит наше упражнение на спинку мы больше не будем делать и что у нас следующее будет ну ка говори что мы после спины делаем что у нас работал что мы сейчас отключали в помощи на стероидах нихрена не помнишь голове одни строить то есть мы сейчас сделали что спинку и посмотрите как у нас на прыг бисов значит логично что делать после этого раз уже кровь у нас здесь разумеется бицепс он уже размялся его нужно только добить что мы сейчас и сделаем два упражнения но мы сделаем их супер сети дабы ускорить завершающие после бицепса мы сделаем пресс и я наташку отпущу а вы получите свой сет микс упражнение на бицепс я называю это упражнение вкручивания здесь тоже очень важно наблюдать за техникой выполнения и только тогда вы достигнете быстрого результата и что мы делаем как мы вкручиваем смотри кисть у нас опять-таки не расслаблена ровное продолжение предплечье бум локти прижаты к талии прижаты движение такого нет люфта никакого то что мы делаем концентрируемся на головках бицепса у нас работает короткая и длинная малая большая в этом упражнении очень хорошо прокачиваться сразу две головы закислялись стараемся разворачивать кисть как вот так параллельно вот так до доворот чем больше доворот тем больше прожигается короткой головка бицепса мы тоже делаем по 12 на каждую руку то есть 24 повторения в общей сумме но кто хочет может делать если ручки особо толстенькие то тогда делайте по 15 на каждую по 30 начинайте с маленького веса потом прибавляйте вес если у вас нет жжения в бицепсе значит вы не дорабатываете то есть вес очень маленький возьмите в следующем подходе побольше и никогда не берите большой вес сразу если возьмете сразу большой вес то вы ни хрена не почувствуете многие мне пишут Владислав Иванович я вот делаю взял не чувствую мышцу потому что ты или же неправильно технически выполняешь упражнение или же сразу взял большой вес когда вы берете сразу большой вес работают жилы сухожилия и связки а мышца отключается все она сохраняет энергию она не хочет работать а силовые силовые упражнения ложатся на сухожилия вот такая простая практика а сейчас мы отдыхаем и тоже покажем только чего делаем значит я сказал что мы сделаем супер сет на бисепс когда мы делаем супер сет это два упражнения в одном подходе она нам позволяет максимально сжигать жировую прослойку увеличивать выносливость вот я сейчас покажу один из супер сетов который мы с наташей делаем то есть сначала мы делаем вкручивание элементарные с гантель очками она сделает по 12 на каждую ручку это 24 повторения в общей сумме значит что здесь еще важно когда вы под ним дел поднимаете вес вы статически выдыхаете пресс то есть пресс время у вас в статике работает когда вам не нужно будет его дополнительно особо сильно качать потому что он будет участвовать во всех ваших упражнениях это секрет от папы смита выдаю окей и пошли на супер сет и мы вот берем например вот такой гриф кривой который у нас 7 килограмм средним хватом разворачиваемся к зеркальцу окей и поехали долбим локти вот и пошли 2 делаем уже 14 3 попробуй 4 я тебе помогу давай давай 5 хорошо 6 7 умниц 8 разгибая ручки поехали дала давай 12 делаем ведь уже тяжело ну давай последний не будем набрать окей выбирай бог считаю что это было 14 но вам нужно сделать опять-таки те девочки которые имеют излишний подскоженный жирок и нужно выполнять все упражнения по 20 повторений не по 30 и 45 и по 20 подбирайте такой вес чтобы он был где-то порядка 70 процентов от максимального который вы можете поднять на один раз окей также отдыхаем минуты полторы поскольку супер сет больше энергии забирает нужно больше отдыха но если вы выносливы как наташа она может вообще через 30 секунд восстанавливаться и пульс восстанавливается и сердце на ней вообще пахать можно вот и сколько у тебя лошадиных сил в тебе 2 для вас завершающему упражнению упражнения на пресс который я совершенно не делаю но мои ученики делают особенно наташа поскольку ей нужно использовать это в соревнованиях покажу вам самое офигенное упражнение это которая на нижнюю часть пресса у нас 10 кубиков до 1 2 3 4 5 6 7 8 ли там еще где-то 9 10 но люди не верят что можно качать только нижнюю часть пресса общий пресс и только верхнюю они все думают и многие мне там писали и хаяли меня что невозможно да вот я вам показываю секреты папы смита как качать только нижнюю часть пресса то есть четыре кубика но покажи мне как мы делаем именно в таком кресле в таком макаре то есть коленочки у нас доходят не выше пупка вот чик и выпрямляем вот так в мысочек натянут под 45 градусов ножки если вы не верите то проверьте если вы сможете сделать у вас будет сжечь в основном нижняя часть пресса это будет работать в статике поскольку нижняя часть пресса именно подтягивает бедра вот и все если вы сделаете четыре подхода по 20 повторений для начала то вы мне будете писать как у вас болит нижняя часть пресса и как это все офигенно сжигаем жир и настраиваем пресс если у вас его нет если вы хотите чтобы этим кубики вы выпирали то сюда навешиваем по полтора килограмма или по килограммчику вот это одно из упражнений которые мы делаем в качестве в конце сета который вам показал обычно четыре подхода по 25 повторений а это была система для девочек секретная от папы смита которую сейчас начнут хаять все но верьте не верьте у меня по этой системе работают девочки 102 килограмма 58 килограмм и у всех все 50 51 58 это то чтобы хотим после родов после родов вот так что вот так вот хотите верьте хотите не верьте проверьте это был папа смит специально для девочек всех люблю всем привет здоровья а